Я думаю, что в этом году и в принципе и в следующие года очень важно уметь находить всегда причину для радости. Потому что люди, которые умеют видеть, то есть люди, которые умеют радоваться в сложное время, это люди, которые по-настоящему можно назвать их людьми веры. Знаете, вот чем отличается человек вера от людей, которые, ну, как бы не верят, да? Потому что человек, который не верит, он смотрит на все видимыми обстоятельствами, видимыми глазами, потому что он видит, он на это смотрит и он воспринимает это как факт. И поэтому ему очень сложно найти причину для радости. Вот, к примеру, любая ситуация, которая с вами происходит, можно воспринять ее очень негативно, негативную ситуацию, ее можно воспринять негативно и не увидеть в ней никаких причин для радости. К примеру, у вас закончились деньги и что происходит? Вы начинаете грустить, потому что вам нечем платить за коммуналку. И вы начинаете грустить. О, Боже, нет денег. И потом приходят еще и другие мысли. Как-то с Богом у меня не очень. И паста зубная закончилась вообще. И приходит очень много мыслей, которые вводят вас в такое негативное состояние. И результатом этого становится уныние, которое приводит вас в депрессию, которое приводит вас в состояние полной апатии, духовной деградации. Но как думает человек, человек веры? Когда к нему приходит мысль, типа, закон через деньги. Знаете, что думает человек веры? Он думает так. Какая причина для радости? Причина в том, что, значит, откроется какой-то новый источник дохода, который будет намного больше, намного лучше. Это значит, что это твой следующий уровень для благословения. То есть, значит, что если закончился один канал, представьте, то будет что-то другое. Это будет необычное. И чем сильнее обстоятельство, чем оно сложнее, тем больше славы Божьей можно увидеть в этих обстоятельствах. Представьте, если у вас, то есть, если умирает Лазарь, то великое чудо, когда он воскрес. Слава Божья, это, допустим, когда нос заложило, и вдруг он перестал быть заложенным. И вот чем сильнее обстоятельство, чем сильнее сложность, тем большее чудо мы можем увидеть. Причину для радости можно найти только благодаря вере. То есть, вы не можете ее найти просто вот там, знаете, как-то так, что можно придумать здесь. Нет. Причину для радости мы можем найти только благодаря вере. Потому что вера, она видит невидимое. Она смотрит туда, куда другие люди не могут проникнуть. Она видит ответ там, где находится стена. Поэтому Иисус сказал, что праведник мой будет жив благодаря своей вере. Братья и сестры, в этом году есть много причин для радости. И одна из причин, потому что Иисус все еще с нами. Он не оставил и не покинул нас. Он готов сражаться вместе с нами. Вопрос, что происходит в нашей голове? Вот здесь обновлен ли наш разум? Поэтому ставьте себе цель в этом году, если вы чувствуете, что вы очень много находитесь в негативном состоянии, и вы уже дошли до того, что любую мелочь вы воспринимаете очень негативно, ставьте себе цель в этом году перестать быть негативным человеком и стать человеком радости, человеком веры, вот так даже можно сказать. Начать видеть сквозь трудности, сквозь обстоятельства, потому что в этом заключается смысл нашего хождения перед Богом. 2020 год. Я хочу немножко подвести итоги. Кстати, всех с наступившим 2020 и 2021. Знаете, лучше поздравить, наверное, всех с отступившим 2020 годом, потому что год был такой своеобразный, очень он был интересный, специфический местами. Я бы хотел подвести, знаете, такой итог того, что было у нас в 2020, что произошло за 2020 год, и немножко кратко поделиться планами, и то, что мы чувствуем, нужно сделать в 2021 году, куда мы будем направляться с вами, помимо того, что у нас уже есть. Итак, немножко, как бы краткая история. Начало 2020 года, то есть мы собирались здесь, вы помните, большим, у нас было много, много людей было, и мы думали уже о том, чтобы переезжать в зал, ну, в другой зал. Мы уже начали, представляете, искать, то есть у нас были планы вот именно касательно переезда, касательно нового здания на тысячу мест, то есть больших конференций, ну, вот такие были у нас планы, то, что мы чувствовали. И мы уже, представляете, начали искать, уже ходили там, собирались команды наши, ездили в разные места по Киеву, смотрели уже там помещения, молились об этом, то есть все было, как бы, интересно, все было, как бы, хорошо. Все планировалось к тому, что мы уже должны переезжать, потому что зал был так, что даже люди уже стояли, не было места, где сесть. И тут, как, нет, салют. И тут, знаете, вот почему, да, Иаков пишет, что надменность заключается в том, ну, мы не говорим, что мы надменно, мы как бы как чувствовали, так и действовали, да, верой. Но я говорю за надменность в плане того, что когда человек говорит, завтра пойду в такой-то город и куплю себе такие-то брюки. Вот ты не знаешь, что будет завтра, ну, реально, вот это надменность перед Богом. Лучше говорить, если Господу будет угодно и живы будем, то пойдем и купим себе брюки. Потому что все в руках Божьих. Так вот, наступил карантин, полная изоляция, то есть, и знаете, это то, что произошло вообще во время 20-го года со всеми церквями. Вот я вам хочу сказать, что мы в этом времени вышли победителями. Я вам объясню, почему. Вот, то есть вы увидите, почему, то есть время, то есть как бы карантин или то, что произошло, ситуация, которая должна была разрушить церковь, она укрепила нас и сделала намного сильнее, и мы сделали еще намного больше, чем даже хотели сделать. И все благодаря Господу и нашему вместе с вами единству и работе. Потому что, когда наступил полный локдаун, то есть когда закрылось все, представьте, вот наши планы, то есть новый переезд, новое здание, то есть то, о чем мы думаем, расширение домашних групп, то есть то, о чем мы молимся, то, о чем... И тут как бы приходит, то есть вообще кардинально противоположная ситуация, то есть прямо перпендикулярно, прямо, короче, то есть параллельно, неважно, я в геометрии, знаете, это не мой предмет, как и все остальное, какие там существуют. В общем, ситуация зеркальная, противоположная. Вообще все по-другому, представляете, нам надо все менять, как бы что менять, все менять, а что все менять? И вот люди по домам, нельзя никуда ехать, то есть мы, значит, остаемся, значит, командой, и есть церковь, которую мы не можем увидеть. Вот представьте наше состояние, мы не можем увидеть нашу церковь. То есть это настолько, ну, непередаваемое ощущение, когда ты понимаешь, что есть церковь, но ты не можешь ее увидеть, ты не можешь с ней собраться. Получается, и вопрос встает вот в чем, тогда кто наша церковь? Ну, типа, где наша церковь? Где эти люди? И мы, конечно же, благодаря домашним группам, то есть большое, здесь хочется сказать спасибо всем нашим наставникам, всем, кто здесь, всем, кто смотрит нас, вам большое спасибо за то, что вы оставались верны Богу, вы оставались верны людям, потому что благодаря вот непосредственно работе наших наставников, групп, вот получилось, что, ну, церковь, она укрепилась и продолжила свое такое существование. Поэтому большое спасибо. Я уверен, что Бог видит тот труд, который мы совершаем, и Он обязательно воздаст всем, вот, за то, что мы остаемся Ему верны. Так вот, приходит карантин, наши планы, наши мысли, что делать, и, конечно же, первое, о чем мы думали, мы думали о том, что если дьявол попытался остановить нас оффлайн, ну, то есть, как бы, мы не можем собраться, то, конечно же, нужно быстро перестроиться. И поэтому мы начали делать прямые трансляции. И вот статистика по прямым трансляциям за полгода, которые у нас были, вот эти вот смены, быстро перестроиться, нам удалось выйти в топ-10 в YouTube-канале каналов по численностю среди русскоязычных церквей. То есть, мы заняли одну из сильных позиций, потому что люди начали подключаться, нас начали смотреть, люди начали смотреть наши передачи. Оказывается, люди хотят сверхъестественного, и многие писали, мы так долго ждали, когда вы появитесь наконец-то онлайн. онлайн. И вот мы, привет, вот мы и онлайн. Но могу сказать, что благодаря тому, что мы вышли в онлайн-служение, у нас, мы, это еще не официально, то есть, мы еще не объявляли, потому что мы еще в стадии подготовки, об этом я расскажу. У нас прибавилось к нашим онлайн-группам, как это было? Я просто все рассказываю, чтобы вы знали, как это происходило. Мы подумали, так, нужно бы открыть онлайн-группу, одну, чтобы туда, может, человек 20 подключилось, кто захочет, и будем с ними общаться, будем их поддерживать, там, ну, с разных стран, кто наше служение любит. И мы говорим, ребят, в общем, открывается онлайн-группа, кто хочет, там, присоединяйтесь. Мы думали, ну, 20, там, 30 человек, 400 человек, вот, присоединились к онлайн-группам. И сейчас, это еще, мы не выходим дальше, потому что нас сейчас очень много людей смотрит, и это план на 21 год, мы о них немножко поделимся. Но служение очень сильно распространилось и разрослось, и я думаю, что сегодня у нас много братьев-сестер, которых мы уже заочно знаем, находятся в разных странах, в разных местах уголка этого мира. Уголка этого мира. Есть такое слово в русском языке? Надеюсь, да. так вот, дальше, когда наступил карантин, что мы еще с вами сделали, что очень здорово и очень приятно. Мы поняли, что люди сегодня находятся в трудном состоянии, в кризисе, у них нет финансов, и поэтому мы быстро помолились, там, попробовали наладить, в общем, общение с нашими братьями и сестрами, кто находится в нужде, выписали списки этих людей, и приняли решение, что мы будем помогать этим людям продуктовыми пакетами, продуктовыми наборами. На сумму, там, 500 гривен у нас была цель, и благодаря нашей с вами работе мы смогли помочь больше 70 человекам, людям, как это слово, 75 человек мы смогли привезти им на дом, когда был карантин, когда никто не мог прийти, никто не мог приехать, никто не мог выйти куда-нибудь, чтобы все был полный локдаун. Наши ребята, наши молодежь на велосипедах развозили продукты, вот, представляете, там по большому количеству километров они гоняли на велосипедах, кто-то машинами подключался, но нам удалось достичь людей и помочь им продуктами, что также является важной частью церкви. Почему важно быть церкви? Потому что мы знаем о каждом из вас на самом деле, вот, вы думаете, мы как бы не знаем, но мы знаем, потому что мы имеем плотную связь с наставниками групп, они имеют плотную связь с вами, мы постоянно общаемся, мы знаем списки, мы знаем людей, мы знаем, кто в чем нуждается, поэтому, когда приходит сложность, мы молимся и принимаем какое-то решение, чтобы поддерживать церковь. Поэтому, это тоже хорошо, давайте за это поаплодируем Господу, представьте, конечно, мы хотим больше делать, намного больше, но это то, что нам удалось сделать в 20-м году, и самое такое, одно из интересных вещей, мы приобрели часть оборудования для нашей студии, вот, у нас есть оборудование теперь, и мы начали уже улучшать качество эфира, для того, чтобы было намного лучше и интереснее, и качественнее смотреть наши трансляции, но давайте, да, еще одно, забыл один нюанс сказать, за время карантина, вот, мы получили свыше тысячи свидетельств, людей, которые мы только, вот, зафиксировали, которые каким-то образом увидели чудо в своей жизни, исцеление, спасение, освобождение, финансовый прорыв, я помню, мы как-то помолились, о том, чтобы, помню, было такое ощущение, помолиться за то, чтобы 500 евро, вот почему такая сумма была, пришло людям, приходило 500 долларов или 500 евро, не помню, среди недели, представляете, мы помолились, и люди начали писать, там, все, у нас там по 500 долларов приходит, люди с разных мест писали, вот, прямо такая сумма, 500 долларов, очень много, представьте, свыше тысячи свидетельств, людей, которые пережили, ну, славу Божью, увидели славу Божью, у нас очень ценная работа, братья и сестры, очень ценная, ну, вот, это кратко, конечно, много всего не расскажешь, но, мы не молчим уже за лес, в котором мы собирались, как партизаны, то есть, по воскресеньям, да, в субботу здесь, в партизанском парке, партизанской славы, мы собирались по воскресеньям, и, то есть, что может остановить церковь? Никто не может ее остановить, не было бы здания, сейчас бы были бы в интернете, не было бы интернета, пошли бы в парк, в лес, пошли бы зимой, ничего невозможно остановить, потому что, знаете, Бог всегда имеет видение для церкви, имеет выход, и мы, как люди Божьи, мы молимся, чтобы понимать его видение, его водительство, теперь коротко, я расскажу о планах на 21 год, чтобы вы знали, куда мы направляемся, и помолимся, я передам микрофон старшему пастору Дмитрию, он поделится словом о Божьей воле, то есть, помимо того, что у нас уже есть, и того, что уже было озвучено, одно из направлений, которое мы ощущаем сегодня очень важно реализовать, это, конечно, медиаслужение, конкретно мы говорим за все, что связано с интернетом, вот вам немножко статистики, в мире проживает 7 миллиардов 700 миллионов человек, приблизительно, из них 4 миллиарда 500 миллионов являются пользователями интернета, это почти все, ну, как бы, это очень огромная часть, если раньше интернет воспринимался как что-то такое субкультурное, там, не у всех он был, не для всех, не все могли подключиться, поднимите руку, кто не использует интернет, можно таких людей увидеть? Вот видите, я же говорил, ну, то есть, все люди пользуются интернетом, не знаю, можно здесь аплодировать или нет, но, хорошо это или плохо, но, как бы, люди используют интернет, и на сегодняшний момент очень было бы опрометчиво и глупо вообще не использовать интернет как ресурс для распространения Евангелия и движения, то есть, распространения движения Божьего. Вот вам на минуту я хочу сказать, что мир меняется, когда меняется, вот, с приходом новых технологий, молодежь меняется с приходом новых приложений, то есть, с тем, что происходит. Сегодня очень много появляется разного контента, то есть, то, что создается, и поверьте мне, то, что сейчас создается, музыка, которая пишется, слова, которые говорятся, поверьте, это такой просто мрак, вот, то, что есть в интернете, то, что сегодня освещается, и поэтому, если мы с вами сегодня опустим руки, и мы не будем использовать интернет как площадку для благовестия, и для того, чтобы приносить правильные ценности, и оставаться столпом утверждения истины, то люди, поверьте, они не будут вообще рассчитывать на альтернативное мнение. Вспомните Моисея, когда он пришел, он бросил посох, вернее, там были змей, который, короче, бросил посох, и появилась змея, и жрецы тоже бросили посох, и у них тоже появились змеи, но вот змея Моисея пожрала змей этих жрецов, потому что это было Божье, это как бы, знаете, прообраз Божьей силы, то, что сегодня мы можем делать, то, что у нас сегодня есть, и то, как мы можем использовать интернет, я верю, что мы можем намного сильнее повлиять вообще на людей, чем то, что сегодня преподносится мирскими людьми, поэтому нам обязательно и очень важно сегодня вещать в интернет, выходить в интернет, проповедовать в интернет, и, конечно же, улучшать качество трансляции, поэтому то, что мы планируем запустить, в первую очередь, нам очень хочется запустить полноценную студию, пожалуйста, молитесь об этом, студию, в котором у нас мы сможем поставить оборудование, то есть сделать локации для съемок, чтобы это было качественно, сегодня YouTube, это как телевидение, вот я не побоюсь этого слова, люди смотрят YouTube, как раньше все смотрели телевизор, сейчас все люди почти смотрят YouTube, и это, в первую очередь, бесплатно, нам не надо платить за, скажем так, спутники, там, антенны и все остальное, потому что интернет, YouTube это бесплатная платформа, где мы можем вещать с огромным количеством людей, которые его ежедневно смотрят, поэтому нам очень важно сейчас построить, оборудовать студию, пожалуйста, молитесь об этом, поддерживайте нас, это наша цель, чтобы организовать и устроить студию, для того, чтобы повысить качество прямых эфиров, качество трансляций и так далее, следующее, это мы мечтаем, и то, что мы планируем, это начать поднимать людей в медиакоманду, то есть, потому что это, знаете, работа с монтажом, с видеомонтажом, работа с дизайном, то, что вы видите, картинки, которые вы видите, то, когда вы смотрите YouTube, монтаж, то есть, вот это все, это работа медиакоманды, и мы уже запустили как бы предложение людям, которые нас смотрят в интернет, и уже есть люди, которые хотят присоединиться к нам, чтобы вместе с нами служить удаленно, в тех местах, где они есть, и поэтому наша цель сейчас поднять сильную, то есть, медиакоманду для работы в общем, видео и с каналом в целом, у нас были качественные трансляции, качественное производство видео, дальше, наше, одно из наших желаний, это улучшить систему образования, то есть, мы в этом году ее запустили, у нас уже проходят онлайн школы, вот у нас была школа начат, учений Христа, и мы хотим, чтобы у нас была полноценная школа, куда человек может онлайн подключиться из дома, и там пройти первую школу, вторую школу, третью школу, получить такое полноценное библейское основание, потому что основание сейчас в наше время это все, вот поверьте, это очень важно, и поэтому мы хотим улучшить именно само качество и образование, чтобы, знаете, человек мог зайти, понятно, пройти первую школу, вторую школу, третью, получить там диплом условно, и закрепить знания, поэтому мы сейчас над этим тоже работаем, у нас это будет запущено, можно сказать, такой университет, или как институт духовный, онлайн, христианский онлайн институт, и вот дальше что, запустить разного рода рубрики, охватывающие все поколения, начиная от молодежи, заканчивая взрослыми людьми, у нас много связей с разными пастырами, и мы хотим приглашать их, чтобы вместе с ними задавать им вопросы относительно, знаете, там, их понимания, потому что у Бога для каждого есть, у каждого из пастыров есть какие-то особенные дары, понимание, видение, и, конечно, мы хотим приглашать разного рода божьих людей, чтобы с ними и общаться, и помимо всего этого, выпускать еще разного рода видео, чтобы охватывать все, всех, всех категорий, все возраста, и последнее я скажу и закончу, планируем также запустить евангелизационные инструменты, инструменты для евангелизации, потому что идея заключается вот в чем, у нас есть большие охваты, то есть люди нас смотрят, и смотрят неверующие люди также, и нам очень хочется, чтобы эти неверующие люди, попадая к нам на видео, они произносили молитву покаяния, каялись, потом присоединялись к нашим онлайн-группам, становились христианами, и у себя в странах, и в городах открывали домашние группы, это то, куда мы планируем прийти, и это то, что мы хотим сделать, сейчас мы молимся о том, чтобы увидеть, какие инструменты нам необходимы для того, чтобы это запустить, сегодня я уверен, что знаете, Бог, Он хочет, чтобы у нас была полноценная студия, и чтобы мы из нее вещали на весь мир, и распространяли Божье Царство, такие вот планы, давайте об этом помолимся, помимо того, что у нас есть, помимо нашей церкви здесь, у нас то, что мы уже говорили, это еще как бы дополнение к видению, то, что мы чувствуем, нужно сделать. Отец, благослови всю эту работу, спасибо тебе, что ты ведешь нас, спасибо, что в следующем году, то есть в этом году, вернее, мы увидим прорыв во всех сферах, спасибо, что мы увидим все это, то, о чем мы сейчас говорили, спасибо за студию, за новую студию, спасибо тебе за то, что видео, которые будут производиться, они будут влиять на миллионы людей, мы хотим, чтобы то, что мы делаем, оно влияло на миллионы, чтобы миллионы людей смотрели эти видеоролики, мы молимся о том, чтобы ты использовал нас как инструмент в своих руках, благослови всю эту работу, благослови нашу церковь, спасибо тебе за нашу церковь, Иисус, спасибо тебе, что ты с нами, это правда чудесно, ты так много сделал, спасибо тебе, аминь. И еще последнее скажу, это уже в ближайшее время мы планируем сделать, мы хотим начать записывать истории покаяний людей, то есть нас, кто здесь есть, в нашей церкви, начать с нашей церкви именно записывать истории, такие видео, знаете, как такие делать ролики, где человек, как он покаялся, рассказать историю, то есть знаете, кем он был, как он, то есть добавить туда немножко монтажа, чтобы было качественно, и запускать это в интернет, чтобы люди видели, как Бог спасает, как Иисус спасает, мы верим, что эти ролики достигнут большое количество людей, поэтому, если у вас есть интересная история вашего покаяния, то подойдите к нашему администратору и напишите там наставнику, и мы подумаем, то есть составим сценарий и будем уже запускать видеосъемку, чтобы, знаете, наконец-то еще больше влиять на неверующих людей, наконец-то больше влиять на неверующих людей. Все, я закончил, у меня большие хорошие ожидания на этот год, я думаю, у вас тоже, потому что, конечно, это то, что мы чувствуем, а там, как будем готовы, будем гибкими и будем готовы переключаться, вот, если нужно, в любой момент будем переключаться. Давайте оставаться на связи и будем вместе влиять на этот мир. Продолжение следует...